Еще раз здравствуйте, я начинаю подоговорить, чтобы не ходить каждый раз в микрофон. Буквально скажу пару слов про инструмент, который у меня в руках. Действительно, это младший из самых известных, наверное, в мире большой шотландской волны, так называемый скотчерского пальм, который был распространен в равнинной части Шотландии. И в приграничных областях Санкт-Петербурга, в регионе Куатер. Дело в том, что музыка, которая там игралась именно в этом регионе, то есть в равнинной Шотландии, значительно отличается от, ну конечно, от ирландской народной музыки и от северо-западной музыки Шотландии. Волнынка, вот эта волнынка, с прочей смол-пайп, не очень нежный звук, совсем иной тембр, чем у большой шотландской волнынки. И ее сочетание, как бы, кельтскафы, было традиционным. В общем-то, мы с Ольгой Пасук подготовили небольшой сет, чтобы вы имели возможность убедиться, ну как бы немного приоткрыть вот именно вот эту лоулендерскую бордовскую традицию Шотландии. И опять же, ввиду того, что регион бордов, то есть прикраничная зона рядом Англии, именно английская народная музыка оказала большое влияние на репертуар музыки равнины Шотландии. Итак, мы начнем. Первый сет, он так называется MyFontown, он написан в середине 18 века, балычиком Джимми Алленом. Итак, мы начнем. КОНЕЦ 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 Спасибо. Следующий сет не совсем кинский, если можно так выразиться. Происходит он, все эти мелодии были написаны в середине 19 века, из мунгипта так называемого Нартумберлин Министрелси, графства Нартумберлин. Нартумберлин фактически является формально английским графством, он расположен на северо-востоке Англии и граничит с Шотландией. Соответственно, как и любой приграничный регион в каждой стране, эти регионы взаимно влияют друг на друга, и многие мелодии, исполняемые в Шотландии и в Нартумберлинде, были идентичны, просто единственно носить разные названия, да и то даже названия не особо отличаются. Следующий наш сет как раз происходит из Гарса Нартумберлин, и он спит на Нартумберлин Министрелси. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующее произведение, кстати, оно звучало на фестивале, по-моему, вчера. Его играют так же, как в Ирландии и Шотландии, называется оно «Farish of her». Ну, наверное, кто регулярно играет, знает, прекрасно. И, что характерно, что ирландцы и шотландцы считают его по-своим. Мы с Ольгой сыграем версию этого произведения, которая была найдена Робом Миллером и опубликована Робом Миллером Музгрипп. Роб Миллером был друг Робода Бьонсом, сыгратель Музги, люднист. И, в общем-то, именно его версию мы взяли для данного концерта. Играет музыка 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь скажу пару слов про финское концертное канктури. Я на нем тоже играю, но я сегодня с собой не повезла, потому что оно очень большое и тяжелое. Вот. У них инструмент получился диатонический и он очень похожий, во многом, на педальную арку, по своему принципу. То есть у него существует механизм переключения тональности, Который ты приключаешь только не ногами, как у Афы, а руками. Играют на нем, положив наоборот, с басовыми струнами к себе и вообще положив на стул. В принципе, у них вообще разный репертуар у карельского кантеля и финского. Но мне хотелось показать также музыку, которую традиционно играли в Финляндии на их финском кантеле. И сейчас праздничать два тоже танцевали на этой шаге с финской традицией. Авторство Менских Традиционных Музыкантов, живших в XX веке. Вальс Тойва Алэспея и свадебная ползка Эйна Туликари. Музыкантов, живших в XX веке. 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 И там звучит не очень по-другому, ну, это, так сказать, моя версия для хроматического кантеля. Из цикла «Тема лапланских народных мелодий» день называется «Гоукомаану» — «Ноябрь». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, очень приятно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ Хорошо, сейчас играем композицию, которую вы тоже написали. Моя самая любимая композиция, с того, что она написала. Она вообще большой молодец, представляет себе музыку. Композиция называется «Любовь». «Любовь» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok